приветик дорогие друзья у нас отпуск наконец-то целый год я работала почти без выходных и это невозможно даже представить я уже забыла как это не работает целую неделю подряд так мы собираемся на озеро на жира неимоверное настоящее лето сейчас мы собираемся на озеро завтра выезжаем сегодня пакуем чемодан сегодня четыре дня но хоть как-то знаете провести отпуск манитобе не хотелось оставаться дома поэтому собираемся только что сходили шопперс я забыла купить в аптеке тут очень много всяких мушек кусючих комаров не только комаров и от этого бывают аллергические реакции поэтому я купила от аллергии специальный кремчик мазать он не только после укусов отдельная купила после укусов и отдельная купила который антиаллергический здесь без этого нельзя выезжать ну что друзья наши приключения начинаются сегодня выезжаем на озеро в домик мы арендовали домик на озере недалеко от винипега и недалеко от озера винипег маленькое озерцов посмотрим абсолютно не знаю что нас там ожидает вот поковали полную машину вещей хотя всего на четыре дня но очень всего много нужно было как будто целый переезд поэтому уже ну сказать я мексайт это кстати посмотрим что же столько всего в машине и там он шляпа игрушки постели боже сколько всего а зачем он тебе сейчас твой рюкзак и что зачем тебе скучно а что ты хочешь взять книжку планшет так тебя укачает потом достанем мы же еще магазин едем хорошо мы еще едем в костках скупиться и у нас уже нет места в багажнике и так путешествие началось мы сняли дом на сайте rmbnb это два дома на две семьи заселение происходит после трех часов мы приехали чуть раньше и еще ждали пока хозяева они делали уборку что-то там ремонтировали потому что перед нами люди выехали и не должны привести все в порядок и вот мы подъезжаем наш кабин кабинами называют как по мне это дача просто такой небольшой дачный домик мы приехали в доме покажу вам со стороны не озеро с другой стороны нашу часть он делится на две части вот наша часть номер один так первая комнатка тут такая играть в пазлы как на даче матвейка ты несешь рассыпали ну хорошо несите 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 черешню так первая комнатка ничего страшно здесь такая комнатка для пазлов дальше следующая комнатка спальня для взрослых как я думаю мини зеркало классный классный шоу руки туда несу матвейка так телевизор с прошлого века соня рада следующая это вот такая детская комнатка с пропеллером так большая комната да вот большая комната вот такая и кухня вот так вот выглядит плита с прошлого века тоже ну такая же как у нас квартире поэтому нормально они хорошие эти плиты микроволновка у холодильник хорошего размера мне нравится здоровее зный это морозил как я понимаю хорошо и вот выход смотрите прямо на такая вот терраска и вот там озеро ну что же заехали я вам все сняла в первую очередь показала и начинаю раскладывать продукты мы были в костка немного скупились купила картошки курицу молока как всегда печенье овощей еще конечно же и черешня которая рассыпалась по всему багажнику пометила так звучит вот это твоя поручни зачем-то ты не упала скрывать картинки для девочек такие зеркало такое как у нас партия пластиковые подушки телевизор конечно 9 ой мне кажется что она реально такой низкая по голове так здесь можно вниз и складывать сейчас пройдемся с вами к пляжу итак выход из кухни сразу у нас видно барбекю и вот такая терраса из террасы буквально пару шагов видите здесь столики стоят два места для fireplace дальше идет песочная такая площадка где можно играть в волейбол и уже сам пляж это очень удобно что частный пляж принадлежит только территории нескольким домиком то есть не будет здесь много людей как на общественном пляже и домик данный находится на первой пляжной линии я немножко испугалась когда наступила на этот мостик на этот пирс скажем так потому что он плавающий в воде так а это домик номер два который сайбай сайт который идет вот здесь вот рядышком здесь вот такая вот двуспальная кровать двуспальная двухъярусная one bedroom так вот тут такая вторая кухня этот домик чуть побольше и здесь диваны в общем домик номер два он по побольше действительно больше количества людей здесь чуть-чуть так поновее ну в принципе все тоже самая плита кофеварочка тостер соня боится мух и холодильник поменьше зато все есть как микроволновочка вот такая терраска с двумя столиками барбекю и есть зонтик классно что сегодня понедельник никого нет мы можем пользоваться всеми этими лодками это все входит стоимость катамараны лодочки потому что по идее а еще другие домики на этой территории тоже могут пользоваться вот у нас тут есть душ для ног от песка смываться видишь спасательный круг есть тоже и ракетки мечи еще один зонт пройдемся немножечко сюда у нас была гроза и опять еще кстати намечается вот здесь классно много столиков на улице елочки лодки всевозможные не не пойдем уже вот кто-то приплыл к нам видишь раз просим можно играть волейбол и все классно такой мини частный пляжик ведь это озеро галлейка но все вокруг я забито полностью домиками сейчас тишина просто красота дальше видите следующие домики тоже другая территория пошла домик у них просто качелька следующий там тоже какие-то лодки чем такая вот красота будем отдыхать ждем других наших друзей которые должны приехать мы вот эти два дома вместе сняли один из них мы займем потом предыдущего еще много людей у нас будет поэтому посмотрим как мы все здесь поместимся много деток будет я надеюсь что всем будет весело я хотела бы на катамаране надеюсь что они рабочие не будет работать принципе вроде бы лодка да так как каное не знаю я в них не разбираюсь где-то сабборды наверное вот это вот где-то каное где-то еще что-то класс ты думаешь птички подсушить знаете что мне здесь нравится здесь тишина что здесь очень тихо действительно место для отдыха тут можно вот здесь так и дальше будет птички поют тишина ну что друзья sonic супер купальники значит мы уже только что попробовали как кататься на катамаране на таком не знаю как это называется лодка или сам как он называется в общем классно самое классное мне кажется здесь в этом домике в этом месте это вот эта тема лодок смотрите сколько и здесь здесь можно учиться на чем угодно есть такие и такие как доска и здоровенные и каное кстати водичка теплая но конечно по сравнению с она не такая чистая ну классное озерцо небольшое но такое да то есть не как винипег лейк и в принципе нету моторных лодок никто не катается можно спокойненько себе плыть как раз такая знаете как прогулочная атмосфера он наши он папа с матвеем заплыли аж далеко-далеко на вот такой вот не знаю как это называется на лодочке на плоской доске соника боится у нас всего жуков комаров так кричит вон наши далеко-далеко ведь здесь есть такая маленькая для деток еще а это такие как причалы потому многих моторные лодки такие типа яхточек много даже буйки есть не заплывать вон да вон буйки видишь красные и белые буйки у нас тут нет буйков вон кто-то не буйки он человек видите тоже плывет сейчас делаем десятикратное увеличение и видно что это плывет женщина надо учиться на вот этой штуке платье попробовала только что встать очень сложно равновесие ловить ну наверное нужно просто поучиться немножко потренировать налаживается я рада смотрите солнышко выходит вот у нас здесь такая волейбольная площадочка и домик деревьях выходит солнце я надеюсь что будет нормально потому что был будет был шторм и будет тоже посмотрим давай пойдем посетим на этих шезлонгах там-то классно красиво это у нас плывет очень сложно неравновесие держать вот ведь тренируется сидим сидим на плавучем пирсе у нас тут на холодильнике магнит с фотографии галлейк вот наше озеро обалденно прямо такая ровная радуга классная хотела тоже такое увидеть у нас сейчас кстати начинается гроза вот так примерно выглядело наше первое купание куча детей все на каких-то разных плавающих средствах толпятся и я встала первый раз на пластиковый сабборд и чили себе там на озере мне очень понравилось потому что была тишь гладь не было никаких волн я даже ни разу не упала с первого раза не очень понравилось теперь хочу себе купить такую штуку вместе с веслом чтобы можно было плавать на любом озере куда не там главное словить равновесие и тихонечко себе ведешь веслом в одну сторону другую и уметь поворачивать итак наш первый вечер подходит к концу мы жарили маршмеллоу а погода начала портиться немножко начался дождик и по прогнозу был сандер шторм ночью очень удобно что хозяева данного домика оставили нам также дрова потому что здесь все стоит копеечку в канаде пришлось бы еще покупать дрова это было бы уже слишком а на следующее утро мы решили встретить рассвет сумасшедшие люди встают 5 40 утра на отдыхе идут встречать рассвет и что вам сказать такого неудачного рассвета я еще не видела ночью была гроза утром устали холод просто собачий как называется мы одели все что могли и я сильно много теплой одежды кстати не врала поэтому закутались во все что было сделала кофе и сидела стуча зубами на этом мостике вот еле-еле видно красное солнце вышло из-за туч из-за того что небо затянуто его просто не было видно поэтому вот какое-то такое неудачное утро получилось встать в пять утра и не особо насладиться данным действием в первое половине этого дня было очень холодно поэтому мы решили прогуляться по территории озера по главной дороге и нашли вот такую книжную тумбочку как я говорю там можно брать книжки можно читать можно возвращать что интересно гулять там особо негде только по вот этой главной дороге где ездят машины потому что все остальное кажется что заросшее все в деревьях но это все приватные территории идут участок за участком интересно то что они без заборов то есть деревья служат вместо заборов и так день номер два сегодня погодка не удалось малые ловят головастиков я вообще закутанная вся неимоверно потому что холодно я в пледе завернутая в кофте теплой холод ветер ни на чем не покатаешься вообще короче вот такой у нас день номер два не очень удачный иду-иду шторм дождь и холодный ветер а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с этой сигнализацией тут просто вытяжки нет получается дверь я закрыла ничего тут такого не было просто я открыла дверь проверить хотела перевернуть и все чуть солнышко вышло все равно еще холодно дети купались а не в пойдем смотрим на таблетку вот смотри если солнце как выйдет пойдем смотрим сейчас на небо у нас есть и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok